рама прежде чем собирать конструкцию после испытательных так сказать пусков пришла необходимость усилить стойку и некоторые элементы так что было предпринято мы видим что были варен еще дополнительный профиль снизу до верху и здесь для того чтобы скомпенсировать изгибающий момент консольной палки и вот вот так было выполнено все нижняя корпус нижнего колеса был усилен пластиной все это вместе опять же придает жесткость общей конструкции в углах поставлены косыночки косыночка косыночка 2 ну и вот эта большая пластин тоже создает жесткость и плюс вот эта основная балка повдоль была вставлена вот такая укосина тоже для того чтобы испечь определенную жесткость рама стала значительно жестче на ощупь даже колеса тяжелые поэтому будут немножко рассказ скажем так раскачивали потихонечку и поэтому пришлось усилить были усилены вот нижней нижней части видим усиленно с дополнительным профилем тоже несмотря на то что профиль ты вроде бы массивный но потихонечку скажем так были отклонения прям маленькие вот для того чтобы их компенсировать тоже был варен вот такой профиль и так у нас получается раз два три четыре профиля и в нахлёст вот в этом месте крепление двигателя выполнено в виде вот качающейся такого маятника варен кусочек трубы здесь подвешен кусочек трубы в него будет отставлена труба поуже и маятник вот сюда вот и так маятник мы вводим до конца мы ставили как бы ос трубу и здесь будет вверх вниз качаться маятник и по собственным весом двигатель будет натягивать ремень и скажем так создавать усилие натяжения ремня если этого будет недостаточно то мы можем вот сюда варить петлю под гаечку и направляющую планку для того что можно было уже либо закрепить его либо это необходимости не будет для того чтобы компенсировать зазор трубы варены две гайки сюда будет выворачиваться болтики и вот этот этот люфт знаешь как скажем так устранят здесь у нас в отверстие то есть в трубе будет будет просверленного отверстия для того чтобы зашплинтовать чтобы у нас не вылетел никуда то есть ничего никаких сложных таких деталей нет все достаточно просто двигатель будет качать но когда будем собирать увидим защита пилы вот мы видим профиль 60 на 30 внутренняя часть отрезана внутри и приварена по высоте и создает такой вот аккуратно аккуратно такое соединение получается здесь будет проходить пила и наружу торчать не будет дополнительную жесткость создали верхней части корпуса с помощью двух вот таких вот варенных пластин в нижней части основания варены футерешные такие вот гаечки для того чтобы снизу вернуть регулировочный болт по необходимости это в том случае если пила устанавливается на какое-то временное основание то есть на деревянный пол если она будет монтироваться на какой-то бетонное основание то это отверстие может могут служить для крепления шпилек бетонным основанием по углам у нас футерочки в них можно закрутить также колеса при необходимости для того чтобы перемещать так как пила получается достаточно массивный и в собранном состоянии просто человек не сможет один и так поднять просто но она стоит того я думаю рама практически готова они практически готова просверлены отверстие под петли дверок под замочек дверки и под пускатель магнины просверлены четыре отверстия нарезана резьба для того чтобы здесь его установить ну и перед тем как собирать пройдем по детали и так что у нас есть пускатель от старой швейной машинки от готовы прям сборе нашел и двигатель 3 киловатт на полторы тысячи оборотов крепление двигателя как я уже сказал вот маятник у крепления ось это подкладки для того чтобы ну просто стабильнее держал и так удерживающее устройство то есть скажем так консоль который будет пилу поддерживать выполнена из профиля здесь мы видим ролик было описано раньше приварено просто две пластинки на некотором расстоянии просверлены отверстия под подшипник все достаточно просто здесь у нас с вами варены две футерочные гайки для чего это сделано для того чтобы вот сюда итак мы видим они скользят вверх по двум направляющим пластинам две направляющие пластина просто два профиля на ребро два профиля на ребро приварить желательно в самом конце когда натяните пилу и приварите для того чтобы была параллельность пиле для того чтобы у нас не не гулял скажем так подшипники не нужно было постоянно подстраивать защита выполнена просто согнута из 08 по моему металл был какой-то профиль вырезал согнул через уголок стала просил два отверстия нарезал резьбу на четыре и прикрепил все все достаточно аккуратно вверх вверх я считаю что проще не бывает вообще ничего вот они сходятся вместе здесь будет проходить полотно каретка крепеж и две направляющие планки виде натяжного устройства применил от старый был у меня домкрат я его разобрал очень получилось хорошо вверху есть подшипник который с легкостью просто натягивая с легкостью отворачивать заворачивать никаких проблем даже пружину ставить не пришлось под них скажем так для того чтобы испечь натяжку отлично все натягивается два колеса крепеж крепеж колесо это у нас петля стала петля стала приварены сюда не приварена прикручены прикручены не приварены почему потому что можно подкладывать какие-то шайбочки для того чтобы обеспечить перпендикулярность стала и на двух утрочных этих гаечек будет проходить наклон при сборке мы это увидим ремень метр тридцать два по моему балтики для крепления петель это шайбочки прокладки для стола и крепеж стала так и дверки дверки выполнены в виде фанеры петелька здесь одна петелька 2 здесь в итоге у нас вот такая получается дверка 2 внизу стоит верхняя здесь ведущий колесо склеены за 18 фанеры два диска 30 сантиметров диаметра и фрезером сначала была выбрана кромка а потом было выстроено такое отверстие под ступицу желательно в натяг для того чтобы центровать было скажем так меньше хлопот дальше были просверлены отверстия и шурупами на 5 миллиметров просто привернут колесу колесо вот видите натянута камера вот эти полуметровые колеса сюда хорошо на 18 дюймов две камеры на 18 дюймов вдоль разрезаются и просто натягивается и получается такое ведомое колесо и ведущий колесо на с камерой резину к ней вот и не пристает особо пока что вот опилки не будут может приставать и легко будет заменить и меньше будет изнашиваться фанер и еще при дисбалансе можно сюда положить груз не нужно ничего сверлить просто сюда можем пару шайб одну шайбочку положить и все не надо ничего сверлить и попытаться балансировать колесо таким вот образом стол достаточно выбор сделал массивный это широкий проварил профили просверлил отверстие прикрепил фанера фанера на временно потом будет потолще но пока я нет здесь пропилил для того для захода пилы установки отверстие для поворота стола и под углом ну и отверстие технологической для пилы вот так столик вот такой ну я и все детали практически теперь можно приступать к сборке ну что приступим к сборке итак все детали у нас готовы станина начнем все устанавливать поехали